как не хочется разочаровываться в тех средствах для орхидей которые мы покупаем в магазинах но иногда такое происходит друзья всем привет сегодня будет видео насыщенное интересное мы с вами посмотрим как чувствует себя 5 наших пиратских орхидей 5 орхидей 4 из которых посажены такие вот прозрачный элегантный квадратный кашпо и 1 орхидея это у нас розовый пират розовый пират 3 lips который у нас стоит на наращивании корней в маховом гнезде ну не совсем маховое гнездо там целая это целая будка такая вот потому что у него длинные длинные основания внизу корешки а верху два листочка да и вот как он себя тоже чувствует плюс я вам покажу друзья обалденную просто сочную солнечную орхидею на новиночку которая зацвела первыми двумя цветочками вы раскрыла первые два цветочка в первом домашнем цветение орхидея обалденная солнечная такая прям ну прям вот прямо вот самое то сейчас в зимнюю погоду но сперва хочу друзья вам значит показать один из семи беглипов один из точнее не 7 а 10 10 беглипов значит которые мы вместе с вами в том числе обрабатывали вот этим вот средством агриколом это спрей для орхидей раз в две недели опрыскивать по ли и по листьям сверху снизу главное чтобы средство не попадала на бутоны и на цветы состав этого средства у нас просто подготовленная вода и гель хитозана на основе молочной кислоты все больше в этом средстве ничего нету и мы обрабатывали значит 10 беглипов 7 беглипов были посажены но не были а посажены у нас вот в таких мерных стаканах вот показываю вам вот так они себя прекрасно чувствую да это у нас прошлогодний проект был и три беглипа мы посадили в обычные стаканчики не стаканчики горшки орхидейные стандартного 900 граммового размера и обрабатывали раз в две недели вот этим вот спреем агриколой значит из 10 у нас выпустили 7 цветоноса но я еще кстати не смотрел следующий полив будет у меня через несколько дней я посмотрю с оставшимися но из этих десяти которые выпустили цветоносы зацвел пока только вот один до 2 там только-только на подходе у него уже бутончики такие прям вот как прям вот как вот эти два он скоро раскроется и мы явит миру свою красоту но вот пока раскрылся только вот один вот этот беглип полосатый краб вот такой это орхидею которую в прошлом году я купил у одного продавца и он а две цветущих орхидея вот эту полосатый краб купил и забыл какую вторую вот но тоже какая вторая не помню но тоже цветущие и вот они обе были но покупал как цветущие и вот они обе были квелые засохшие такие знаете не очень хорошем состоянии более того вот эту орхидея был вырван был вырван цветонос был вырван цветонос я не знаю дырку вы увидите вот она видите под корнем дырка мы с вами закапали эту дырку по моему топазом вот она видите дырка это больше ничего не делали пересадили очень вся история про эти беглипы и что с этим конкретно бегли по мы делали все есть в плейлисте 7 беглипов 7 беглипов плюс 3 так и называется в разделе плейлистов к чему я так долго рассказываю к тому что когда мы обрабатывали вот этим спреем у нас до орхидеи все выпустили цветоносики выпустили цветоносики вот один зацвел но друзья я еще пошутил как в каком-то в одном из видео у нас бы эти беглипы эти беглипы бы и без спрея этого бы зацвели и выпустили цветоносы поэтому мы с вами решили в декабре месяце ну потому что этот спрей он у нас продается ну везде то есть у нас он стоит и в ашане и в леруа мерлин то есть очень очень доступный вот по цене буквально только что я смотрел в леруа мерлин у нас по моему двести сорок или двести шестьдесят рублей вот за вот этот флакон хотя яндекс маркете есть и по пятьсот десять вот продается вот это агрикола и мы чтобы проверить насколько он эффективен потому что ну может быть слишком долго действовал на беглипы может быть еще что-то какие-то мы решили его применить на наших пиратах которые месяц назад мы пересадили вот в эти вот кашпо квадратный но собственно сейчас посмотрим друзья и сделаем какие-то выводы с этими орхидеями так ну что начнем с 1 с 1 друзья прошел месяц сегодня я буду очередную я очередную делать обработку и возможно это будет последняя обработка возможно почему потому что сами сейчас посмотрите месяц спустя ну вроде бы у нас орхидеи живы роста какого-то бурного корней пока что я не вижу а листики вроде целые то есть это вот один пират ну вроде бы внешне все хорошо это бабочка пират пикати бабочка отставляя его сторонку смотрим вторую второй пират это бабочкой пилор пополам 50 на 50 кстати мы еще эти орхидеи с вами обрабатывали оберон рапидом на предмет липких капель а у двух орхидей с двух сторон нижние листья были прямо сеяны гроздьями капель липких капель по периметру размазанных и я ссылку на это видео да вообще все эти видео про пиратов вы посмотрите в плейлисте который так и называется орхидеи пират пикати то есть все про них есть и под пролитки капли я рассказываю в одном из этом видео как раз про липкие капли по каким причинам они появляются но это две причины либо все хорошо либо все плохо да все хорошо это фото синтез хороший избыток глюкозы да а все плохо это насекомые вредители которые прокусывают поверхность листика качают сок глюкозу они не кушают они ее отбрасывают и поэтому глюкоза вытекает из прокусов да вот но действие насекомых вредителей сопровождается размазанными таким пятном потому что они перемещаются и лапками шевелят и поэтому пятна такие раз размазаны получается ну вот не на этой но я уже предварительно посмотрел перед съемкой видео на капель нету капель нету значит вполне вероятно эти орхидеи были с насекомыми вредителями почему потому что ну неудобно до оберон рапидом обрабатываю и надо чтобы на на всю поверхность и сверху и снизу везде а спрей этот достал если где-то он действует только на поверхности но очень хорошо действует защищает от всех видов клещей защищает от трипсов защищает от других насекомых вредителей в общем средство хорошее эффективно им пользуюсь я больше ничем но еще в загажнике октара лежит на всякий случай так но здесь тоже никакой движухи у нас нету вот я смотрю я не знаю вы видите не видите но пока тишина какая-то такая об ну вроде не а ну ку корни зеленые это их родные корни вот но вот не хуже это уже хорошо с одной стороны да но нету нету какой-то знаете взрывной динамики мы же с вами привыкли у нас на канале применять и использовать средства которые сразу вау через неделю через день через два через десять дней ну ладно через две-три недели дают результат но прям в крайнем случае хотя бы через месяц хотя бы через месяц заметно какая-то динамика но вот здесь месяц прошел а у нас мы еще с вами пересаживали значит орхидею уже с выпускаемым цветоносом до орхидея после пересадки цветонос не заморозила а видите продолжает продолжает его наращивать это как раз вот к слову о том а можно ли пересаживать орхидеи с уже тянущимся цветоносом но вот у нас не 1 пересадка и с тянущимся цветоносом и пересадка с цветущих орхидей в плейлисте так и называется пересадка орхидей у нас там сотни видео перед про пересадки разных орхидей в том числе и с цветоносами без цветоносов и уже цветущих и не цветущих и ну в 99 процентов всегда 99 и 5 процентов вот так 99 и 5 процентов всегда все хорошо за редким исключением мы один раз перед ну не пересаживали а крутили вертели каменную розу и после пересадки и кручения верчения она цветонос один заморозила но тут же выпустила 2 вот этот замороженный так и остался а зато новый она вырастила и все хорошо ну вот 3 3 пират пикати посмотрим 4 я напоследок их оставил напоследок значит 4 пират пикати единственные вот орхидея которая стартанула после пересадки которая стартанула у неё и вниз внутри полезли корни это новые вот это новый растет корень ему уже такой длинные прям плюс у неё a нот вот видите вот этот корень растет и вот новенький появился точнее не появился, а где он? Вон, пимпочка. Пимпочка такая, вон она, точечка такая. Вон она. Вон она. Точечка, видите? Светленькая. Отражает свет, и она как будто беленькая. Вот, это пимпочка, почечка этого. Господи, корня. Корня. Ну и вот и все, собственно говоря, вот и все как бы за месяц пока никакой динамики. Такой, что прям реально заметный. Так, ну и посмотрим орхидею, которая наращивает корни. Мы ее тоже протираем этим, протираем вот этим средством, да. Вот. У нее была тяжелейшая операция по зачистке основания. По прям, у нее дырка в основании, вот здесь вот мы вырезали гниение прям аж до ствола туда дошли внутрь. Ну, глубокое прям, дупло глубокое. Плюс много корней было испорчено, плюс листья поснимали. Это видео тоже есть. Ну, не знаю, в этом плейлисте есть или нету. Ну, в общем, на канале можно. Совсем недавно мы делали это. И у нее получилась вот такая длинная шея без корней. Внизу корни есть, кое-какие листочки. Ну, вот у нее из динамики вот растет только вот этот вот листочек. Пока корней здесь от основания не появилось, но уже где-то там ну, это может быть весна. Вот. Видите, набухают такие вот прыщики. Корневые прыщики. Видите? Вот. Наверное, скоро полезут корни вокруг. Это вот такая вот, это пятый пират, который у нас на наращивание корней. Вот такой вот тубус у нас маховой. Здесь у нас все пусто. У нас здесь прям дырка. И в этой дырке стоит основание. Дырка заканчивается на выемке. Вот здесь вот. На которой стоит эта орхидея. И пару-тройку живых еще корней было у нее. Но они живые. Вот они. То есть, орхидея жива. И лезет листочек и пытается пробить корни. Все! Вот и все, друзья, вся динамика. Мы с вами уже привыкли к тому, что мы применяем, используем средства, которые дают более быстрый и такой хороший результат. Как, например, ну, вот это средство, которое, кстати, оценили уже сотни архаманов, которые смотрят наш канал, которые мы применяли вот сзади здесь орхидеи, половина орхидеи, которые опрыскивали вот этим вот средством, которое сразу, через месяц уже дало эффект. Мы не ждали там долго чего-то такого. Кстати, в интернете он чуть, прям чуть дороже продается. Там я вот смотрел 290 рублей на одном из сайтов, но это на том, которым я покупал посылку недавно распаковывал. что, сегодня как раз две недели с момента последней обработки вот этим средством наших наших вот этих вот пиратиков у нас не работает, к сожалению, оба раза мы опрыскивали и оба раза у нас забивалась вот эта вот штука, поэтому я вот здесь уже чуть-чуть осталось, я отлил вот в такой вот, подписал спрей и сейчас я эти орхидеи уберу и потом мы посмотрим солнечную красотку новенькую зацветшую. Я их сейчас обрызгаю вот здесь вот специально поставил все с ног до головы простимулирую их вот так вот и с другой стороны все и теперь поставлю эти орхидеи ну видео закончу поставлю туда на стол где стоит видеокамера солнца у нас нету у нас за окном снег все белое белое и оттуда хороший такой дневной свет идет чтобы у орхидеи хорошо работал фотосинтез и то что попало на листья они в себя впитали и через следующую очередную обработку посмотрим на результат и я так думаю что сегодня это будет у нас наверное последняя обработка а через две недели посмотрим потому что уже месяц прошел результата нету будем будем друзья применять следующий то есть он и есть результат я ничего не хочу сказать против агриколы результат есть но он не такой быстрый как вот у этого средства да то есть цена примерно одинаковая но вот этот медленнее действует чем этот здесь тоже самый хитозан хитозан да хитозан но здесь еще куча разных микроэлементов так я вам сейчас прочту все эти микроэлементы состава так способ применения я уже в прошлом видео вам рассказывал об этом позапрошлом так способ применения даже прилипатель здесь есть даже прилипатель где он состав то а вот вода янтарная кислота плюсом лактат хитозана биоприлипатель азот фосфор калий и гуминовых кислот два с половиной процентов плюс еще микроэлементы и биогумат марка мк2 цветочные с микроэлементами с микроэлементами в общем такой богатый насыщенный коктейль вот поэтому наверняка он и поэтому быстрее действует я сейчас не антирекламой занимаюсь вот этот действует но дольше вот этот действует но быстрее все так еще осталось у нас вот эта малявка но это я буду протирать друзья потому что искать не хочу чтобы на места наших вот этих вот операций не попадал раствор этот не работает видите не работает забилось поэтому вот этой напрыскиваю на ватный диск и жирненько протираю даже если раствор в точку роста попадет ничего страшного через час полтора если не испариться то промокнуть салфеткой либо туалетной бумагой и все так ну все все пятая пятый пират отправляется на отдыхать так и сохнуть ну что давайте посмотрим орхидеечку вау она вообще обалденная так вот такая вот она друзья красотка посмотрите сейчас 5 секунд я ее поставлю на что нибудь нет поставить не удается вот поставить не удается нет вот друзья смотрите какая прелесть она крупненькая вот у нее два боковых лепесточка это бантик друзья да это бантик но бантик не простой а бантик еще и с таким пилоричным цветением то есть два боковых лепестка они мало того что с краешков как будто иголкой с ниткой прошли по краешку а потом эту нитку стянули и краешки у боковых двух лепестков скукужопились вот так раз в бантик и эти лепестки еще до конца не раскрываются смотрите какая прелесть это друзья значит орхидея от тайваньского садовника от тайваньского садовника но я написал что это просто вот желтый бантик но бирочка у него вот такая вот это друзья тайваньский садовник сонья и вот ой вот так вот W6B друзья W6B вот такая вот такое название у этой орхидеи друзья прямо знаете чем-то это ну не знаю golden beauty да что-то такое орхидея напоминает в прошлом году мы купили эту орхидею она была уже взрослая в таком в крупном полиэтиленовом горшке и она уже цвела но к нам она попала уже ну отцветшая то есть она у садовника цвела а к нам она уже с сухим цветоносом попала мы ее с вами пересадили в архиату в архиату с мховым фитилем из мха с фагнумом и все вот в обычный стандартный горшок поливается она в поддончик вот сюда поливается и все вода поднимается по фитилю смачивает внутреннее внутренний объем горшка ну пока корни они у нас особо не растут вот но зато она выпустила цветонос и вот радует цветение вот такая вот красотка друзья очень интересная вот эти вот защипы на боковых лепестках по поводу аромата нет пока не пахнет вот вот такая вот ну когда все раскроются я покажу ее со всеми она цветочками все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока